Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале, Рутубе и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Задать вопрос губернатору. Прямо сейчас Виктор Томенко проводит вторую прямую линию с жителями. Что их волнует? Мгновенные санкции в Барнауле разобрались. Что делать со сбившим пешехода водителем маршрутки? В Барнауле может появиться первый в стране общегородской центр допризывной подготовки. Зачем он нужен? В эти минуты идет одно из центральных событий этого года – прямая линия с губернатором. В течение нескольких недель жители нашего региона по разным каналам направляли Виктору Томенко на болевшие вопросы. Всего поступило их больше тысячи. Половина обращений от барнаульцев, около сотни – от бейчан. На третьем месте по активности оказались жители Шилоболихинского района. Чаще всего люди спрашивали губернатора о работе общественного транспорта, о тарифах на проезды коммуналфу, здравоохранения и газификации. Также среди популярных – тем льготы мобилизованным, безработица и уровень зарплат в регионе. Вопрос от жительницы поселка Степное озеро Анастасия Мурашко. Я цитирую. Уважаемый Виктор Петрович, подскажите, какую гуманитарную помощь оказывают нашим алтайским парням в поселке Тоцкое Оренбургской области, где вы недавно побывали? В общем-то, разная наборка от бензопилы, сварочных аппаратов и электротехники до уже каких-то элементов обмундирования, специальных снаряжений, специальной техники. Это все мы будем делать. Пока что есть ясность, что ребята наши мобилизованные, военнослужащие и офицеры, и рядовой состав будут продолжать проходить подготовку как минимум до середины. Декабря. Ну а дальше будет ситуация определяться. Может быть, и дальше будут на месте готовиться, а может быть, уже начнутся понемножку отправки туда вместо проведения специальной военной операции. О ходе и ключевых моментах общения первого лица с населением региона расскажем в понедельник, 5 декабря. На одном из самых оживленных перекрестков Барнаула с 1 декабря изменили правила проезда. Причина – повышенная аварийность участка, считают в мэрии. Между тем, автолюбители в соцсетях негодуют по поводу нововведения, и многие не понимают, где сейчас поворачивать налево. О том, как теперь двигаться на перекрестке строителей социалистически и подъезжать к ЖД и автовокзалу, разбирался Дмитрий Дроздов. Правила поменялись, но привычка осталась. С 1 декабря с улицы строителей на социалистический налево поворот запрещен. Там установили соответствующий знак. Всему виной такому нововведению статус участка. Здесь высокая концентрация ДТП. По данным госавтоинспекции Барнаула, с 2017 по 2019, а также 21 годы, на перекрестке строителей социалистически произошло 18 дорожных аварий, в которых 25 человек пострадало. В этом году было зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, из которых 4 с пострадавшими пострадали 5 человек. За полчаса, что мы были на перекрестке, абсолютное большинство водителей поворачивали к ЖД и автовокзалу, следовали прежним маршрутам. Но теперь налево нельзя. Уважаемые водители левого ряда, поворот налево здесь запрещен теперь. Движение прямо, дальше разворот. Но где же теперь разворачиваться? Нам этот момент подробно разъяснил сотрудник госавтоинспекции. В прямом направлении с проспекта Социалистического по проспекту строителей, проследовав до улицы Профинтерна, после перекрестка этого заняв крайнее левое положение, выехав на трамвайные пути, которые находятся на уровне проезжей части, перед пешеходным переходом регулируемым совершить разворот. Но такому повороту с обычаи многие водители не рады. На самом деле против, я думаю, что неудобно, что здесь пробка собиралась, что там будет пробка собираться. Так или иначе, то есть автолюбители будут собираться и вот до этого поворота в любом случае стоять, поэтому разницы никакой. Решение, ну, честно говоря, непонятно. Прекрасно. То есть вам неудобно или пробки были? Почему пробки были? Тот ряд всегда некорректно поворачивал, поэтому этот светофор работает меньше времени, чем тот, поэтому будет удобнее поворачивать. По крайней мере, с этой стороны социал. Если культура вождения будет, то и поворачивать будет удобно всем. Мое мнение, ну, я бы немножко поменял. Как? Ну, можно было стоп-полосу сделать и все. И увеличить продолжительность зеленого света. Стоит отметить, что данное правило не распространяется на общественный транспорт, в том числе и междугородние автобусы. Специалистами профильного комитета администрации города будет проведен анализ на предмет задержек транспортных средств при движении через указанное пересечение. Кроме того, будем смотреть задержки, в том числе, трамвайного сообщения, а также на возникновение новых ДТП. Нововведение, пояснил специалист, по организации дорожного движения должно улучшить ситуацию на аварийном перекрестке, то есть снизить число ДТП. Но если этого не случится или, к примеру, возрастет число заторов, поворачивать налево могут снова разрешить. Но пока же такая вольность может ударить по карману. Вскоре инспекторы будут наказывать нарушителей. Им будут выписывать штраф от одной до полутора тысяч рублей. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А вот на федеральных дорогах Алтайского края установили несколько светофоров на пешеходных переходах. Это участки с большим трафиком, на которых также периодически происходили ДТП с участием местных жителей. Что необычного в новых светофорных объектах, расскажет Ирина Корчагина. Каждый день здесь проезжает до 35 тысяч машин. Остановка «Развилка». Отсюда сотни жителей Новоалтайска добираются в Барнаул на работу и учебу. При таком мощном трафике не обходится без ДТП. На этом пешеходном переходе, когда он был еще нерегулируемым, произошли две аварии с участием пешеходов. Доля ДТП от участия пешеходов на федеральных дорогах не так велика, как на муниципальных дорогах. Составляет всего не более 10% от общего числа ДТП. Но при этом во всех этих случаях люди получают тяжелые ранения или гибнут. 16 секунд. За это время пешеход спокойно переходит проезжую часть. Светофор нового образца появился здесь недавно. Работает он бесконтактным способом. Поэтому пешеходу даже не придется снимать перчатки. Все светофорные объекты с кнопкой вызова оборудованы интеллектуальной системой вызова пешеходной фазы. Кнопка оборудована датчиком приближения. На нее не нужно давить. Специальное табло покажет оставшееся время ожидания до пешехода. Опоры над проезжей частью дублируют сигнал светофора. Так что водители наверняка не проедут на красный. Я приезжаю всегда, что не час пик, что вот этого сплошного потока нету, а там 2-3 машины, конечно, остановятся. А если тут их потоком, то, не знаю, не перебегало в это время. Ну, сейчас-то вроде сообразилось, что ручку подержи и пошел. Кстати, в конце ноября новые светофоры заработали также на Чуйском тракте в селе Баяновские ключи, а также на трассе Барнаул-Рубцовск на границе с Казахстаном. Ранее светофорные объекты по этой же трассе появились в районе остановки Октябрьский садовод и в поселке Сибирская долина. Все эти участки были выбраны по анализу аварийности, чтобы теперь свести травмы и гибель на дорогах к нулю или хотя бы минимизировать их. Барнаульского водителя, который напал на пешехода, уволят. Об этом сообщили в мэрии города. Напомним, накануне водитель 41-й маршрутки вышел из транспортного средства и несколько раз ударил 15-летнего подростка, который, по его мнению, медленно переходил улицу. ЧП случилось на пересечении Песчаной переулка Ядренцево. Родственники пострадавшего написали заявление в полицию. Тем временем, руководитель перевозящей компании отстранил хама водителя от работы с последующим увольнением. Поступок его неправильный. Он грубо нарушил, на мой взгляд, правила перевозки пассажиров. Ну и хамское отношение, конечно, к горожанам. Поэтому было принято решение об его остранении и увольнении с последующим увольнением. Еньшин также извинился перед пострадавшим и сообщил, что на предприятии проведут инструктаж с водителями, чтобы в дальнейшем исключить подобное хамство. А мы переходим к другой теме. Ни одного голоса против. Сегодня депутаты Барнаула приняли бюджет краевой столицы на 2023 год. Ко второму чтению доходы выросли больше, чем на 4 миллиарда. Всего их предполагается 26 миллиардов рублей. Расходы – 27 миллиардов. В целом бюджет останется социально направленным. Во время обсуждения некоторые фракции высказали критику, однако остались довольны тем, что многие поправки партии были учтены ко второму чтению. По сравнению с первым рассмотрением, в городе увеличат бюджетное строительство сельских дорог, грантовую поддержку ТОСов, содержание мест хранения ТКО. Не оставили без внимания и популярную среди горожан тему зеленых зон. Для горожан будет не безразлично, что мы продолжаем работать над формированием нашей городской среды. Мы вновь направляем денежные средства на парки, на благоустройство. И, как мы говорили при принятии первого бюджета, просили обратить внимание, что сегодня нужно увеличение денежных средств на содержание этих общественных территорий. Пациентов с инфарктом миокарда в крае становится все больше. Только в этом году доктора прооперировали порядка 2,5 тысяч жителей. Успешность таких операций, подчеркивают в кардиодиспансерии региона, напрямую зависит от времени госпитализации больного и начала лечения. Успеть доставить пациента важно в течение первого, или, как говорят врачи, золотого часа. Но такое происходит крайне редко. Что нужно знать, чтобы спасти жизнь сердечника, расскажет Анара Шагирова. Инфаркт случился в 2 ночи, а пациентка оказалась на операционном столе только в 10 утра. Сейчас врачи сражаются за жизнь этой женщины. А при Бутина раньше шансов на полное выздоровление было бы больше. Но симптомы коварного приступа она приняла за обычный хондроз. И такая ситуация не редкость. Инфаркт часто маскируется. Это может быть боль в грудной клетке. Обычно она бывает за грудиной. Она может отдавать в руку, в челюсть, в спину. Но чаще всего эта боль начинается именно после физической нагрузки. То есть, когда возникла дополнительная потребность сердцу работать, и оно с этим не справляется тогда. Но могут быть и немые инфаркты, которые возникают эмоциональная нагрузка. Инфаркт, говорят врачи, представляет собой тромбоз. Когда кровь попросту не поступает к сердцу, тогда доктора прибегают к стентированию. Устанавливают специальный каркас, чтобы расширить сосуды. И здесь не обойтись без специального аппарата – ангиографа. В кардиоцентре сейчас таких два. Третье нового поколения к запуску только готовят. Под рентген-контролем, скажем так, лучи проникают через... И на детектор выводится изображение, где мы под рентген-контролем вводим контрастное вещество и визуализируется уже коронарная артерия. И уже мы видим, есть там сужение, нет сужения. Можем туда поставить стенд, не можем поставить стенд и уже определяемся. Новый ангиограф, говорят доктора, заметно отличается от своих предшественников. Картинку он выдает более качественную. А еще аппарат безопаснее как для пациента, так и для самих врачей, которым приходится сталкиваться с радиацией. Пока что установка только прошла пусконаладку, заработает в полную мощность с января. А значит, будет больше возможностей для спасения сердечников. Их число с каждым годом неуклонно растет. Анна Рашигирова, Александр Антропов, День с толком. Накануне дня образования партии «Единая Россия» в приемную депутату Госдумы Александра Прокопьева обратилась зам директора по воспитательной работе Алтайского архитектурно-строительного колледжа Наталья Денисова с идеей создать на базе учреждения единый центр допризывной подготовки для студентов СУЗов. Такого нет ни в одном городе России. Для чего нужен такой центр, что он даст молодым людям и почему наш колледж претендует стать центром допризывной подготовки, расскажем в сюжете. Уже несколько лет Даниил занимается в военно-патриотическом клубе. Сейчас на нем защитный костюм. Юнормеец надевает его быстро. Мы еще неспокойное время, и каждый человек, считаю, должен уметь абсолютно все это делать, так как может произойти все, что угодно. И лучше быть подготовленным к этому, нежели ничего не уметь. В архитектурно-строительном колледже два ВПК. Юнормейскому пара лет, а русским витязям полвека. Их бойцы учатся рукопашному бою и оказанию первой помощи, изучают историю России и оружия. В этом году не раз помогали грузить гуманитарную помощь для участников спецопераций и мобилизованных. Все гуманитарная помощь, которая прошла на республике Донбасс и Луганскую через Алтайский край, она прошла через руки наших студентов. Пока одни изучают оружие, другие, в основном девушки, после занятий плетут маскировочные сети для военных. Депутат Госдумы Александр Прокопьев пришел познакомиться с волонтерами. Дроны разведывают обстановку, находят танки, и через 10 минут происходит бомбардировка, соответственно. Круг говорит, такую работу мы спасаем в жизни людей. Наш консингент, наши студенты, это две третьих, это юноши. Важно, чтобы, уходя в армию, они были психологически, физически готовы, нравственно готовы. И, конечно же, это вопрос не праздный, мы это понимаем, а тем более в сегодняшних наших условиях. Это становится не просто какая-то дань моды, а наоборот потребность. Идея создать единый центр допризывной подготовки появилась после того, как студенты других колледжей стали приходить на занятия вместе с друзьями. Архитектурно-строительный колледж предлагает создать на своей площадке единый центр допризывной подготовки всех учащихся в средне-специальных учебных заведениях. И это действительно интересная и своевременная идея. Здесь есть хорошая база, здесь огромный опыт, и здесь, самое главное, есть люди, которые могут это осуществить. Для создания единого центра допризывной подготовки в колледже есть все, что необходимо, кроме официального статуса и финансирования. Вместе с депутатом преподаватели колледжа обсудили аргументы в пользу этого проекта, ведь целесообразность есть. Анастасия Драган, Алексей Фризин, День с толком. Большой вечер бокса состоится в Барнауле 22 декабря. О том, какие сюрпризы будут на ринге, рассказали накануне сами боксеры, которые сойдутся в главном бою. После разговоров бойцы перешли непосредственно к действиям, провели открытую тренировку. Дмитрий Дроздов продолжит. 20 дней остается до вечера профессионального бокса в краевой столице. Сразу 10 поединков увидят зрители 22 декабря. Основным боем станет схватка двух ярких спортсменов – Артыша Лапсана и Василия Штыка. Боксеры прежде встречались между собой, и победу одержал последний. Нас с вами ожидает реванш, на который спортсмены настроены решительно. Кто-нибудь закончит нокаутом. Я вот тоже думаю реально, что так и будет. Потому что у нас реально манера ведения боя такая, что мы любим драться, как бы это странно ни звучало. Если предоставится возможность закончить бой раньше, я и воспользуюсь. Главными организаторами поединка выступили известные в России спортсмены и промоутеры. Один из них – чемпион мира по боксу Григорий Дрозд. По его мнению, вечер боев для Алтайского края – это отличный подарок на Новый год. Большие впечатления, большие эмоции в преддверии нашего вечера. Я очень надеюсь, что мы прекрасно закончим год. Мне кажется, это будет прекрасное зрелище. И зрители должны оценить и прийти. Мы ожидаем большое количество. После пресс-конференции боксеры провели открытую тренировку и показали, на что способны. Организаторы обещали, что зрители ждет немало сюрпризов, но держат их в секрете. Гарантирует одно – бои будут яркие и эмоциональные. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Традиционные узоры, народные костюмы и яркая вышивка. Такими работами открыли выставку в художественном музее края. На фестиваль «Наследники традиций», который посвящен году культурного наследия народов России, съехались мастера со всего региона. Центральным экспонатом стала деревянная дверь с урала-сибирской росписью, которую выполнила народный мастер Алтая Лилия Живова. О своей работе она рассказала в нашем сюжете. Эта дверь когда-то украшала здание Союза художников. После ремонта деревянный декор хотели демонтировать. Однако за раритет взялись реставраторы. А художница Лилия Живова украсила его традиционной для нашей Сибири росписью и добавила к ней теплые для себя воспоминания и портреты родных людей. Изобразила своих родственников. Использовала фотографии, воспоминания. Техника – это урала-сибирская роспись. Двойной мазок, разживка, прям разживка, разбил. Один свет переходит в другой плавно. Мотивы частично традиционные, частично, конечно, это тут от впечатления, так сказать, природы. Выставку украсили больше 50 работ. Это произведение народного искусства в интерпретации современных мастеров, которые работают в традиционных техниках ремесел. Своей красочностью экспозиция напомнила русскую праздничную ярмарку. Яркие рушники, лоскутные одеяла, изысканная береста и другие элементы нашей культуры. Здесь представлены работы традиционного костюма. Соответственно, такой костюм носили наши прабабушки, прадедушки. И нам очень важно сохранить и передавать именно этот образ, который царит на этой выставке. Также на выставке можно увидеть наскальные изображения народов Алтая – петроглифы. Они представлены в элементах гончарной композиции. Каждый узор – ручная работа автора. Это такая оттяжка в истории. Представьте, у человека еще ничего не было, никакой благ цивилизации. Но даже тогда он творчески реализовывался. Это связь человека с тем, что было когда-то, с чем он себя отождествлял. Выставка продлится до 18 декабря. Всех желающих приглашают на творческие уроки и встречи с мастерами нашего края. Гостей музея ожидают занятия по гончарству, валянию, вышивке и росписи. Мария Мацаврик, Сейфризин. День с толком. Адреса Дед Мороз. Во всех почтовых отделениях страны появились ящики для писем главному новогоднему волшебнику. Специальный праздничный почтовый ящик теперь есть и в Барнауле. В Центральном почтовом отделении его установили буквально накануне. Теперь все, кто хотел сообщить о своем новогоднем желании Деду Морозу, могут написать письмо и опустить его в этот ящик вплоть до 31 декабря. В этом году мы предлагаем отправить не только Деду Морозу, но и его коллегам. Например, Урал Морозу, либо Якутскому Чизхану. То есть у нас есть Деда Морозы национальные по всей России, мы помогаем им. Наши в основном отправляют либо в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, либо отправляют в резиденцию у нас в Белокурихе. То есть, например, в прошлом году свыше тысячи писем было отправлено в Великий Устюг из Алтайского края, доставлено Почтой России. И где-то примерно писем 400 было отправлено в Белокуриху. Чтобы послание попало к Деду Морозу, нужно правильно заполнить адресные строки на письме и наклеить на конверт марку. Сотрудники почт обещают помочь с этим. Сортировать письма они планируют каждый день. Кстати, опустить свою весточку можно не только в новогодний, но и в любой почтовый ящик. Письмо тоже дойдет, пообещали нам в Центральном Барнудском отделении. А между тем, в Краевой столице продолжается подготовка к празднику. На улицу Молотобольскую завезли лед для обустройства новогоднего городка. Из-за льда сделают также Деда Мороза и Снегурочку. После установят елку. К 23 декабря городок здесь планируют доделать. Празднично украсят и парк Центрального района по соседству. К слову, каток здесь тоже уже залили. Празднично украсят и парк Центрального района по соседству.